Здравствуйте, уважаемые любители рок-музыки! Вот и наступает волнительный момент произнесения мною теоретического определения понятия рок-музыки, которого до этого дня не существовало в природе, как правильно отметил в одном из своих интервью Артемий Кивович Троицкий и подтвердил это в другом интервью Артем Владиславович Рондарев. Эти очень уважаемые мною музыкальные рок-журналисты и писатели. Это я говорю без всяких шуток. Их творчество, да и вся их жизнь, отданная служению рок-музыке, вызывают у меня неподдельное уважение. И привожу я их слова не потому, чтобы постебаться, а потому что, во-первых, это подтверждает то, что они в этом деле действительно разбираются, так как это так и есть. Определение рок-музыки не существует в природе, в мире не существует, а не то, что у нас в стране. Профессионалы об этом знают. У дилетантов подобные заявления вызывают смех. А во-вторых, потому что многие из вас мне не поверят, что теоретического определения не существует. А к их словам уж точно есть заслуженное у любителей рок-музыки доверие. К моим словам и моей музыке доверие появится чуть позже. Мне его еще завоевать надо. Я ведь только полгода назад начал профессионально заниматься рок-музыкой. А до этого так, баловался. Хобби у меня такое было. Но это уже можно сказать в далеком шестимесячном прошлом. На этот раз я пришел в рок-музыку всерьез и надолго. Надеюсь, что на радость настоящим ценителям рока и к большому огорчению всех псевдорокеров, которым теперь, после появления первого, пусть даже не до конца точного, теоретического определения, тяжело будет паразитировать на рок-музыке, гнать привычную низкопробную халяву под тяжелый звук гитар и называть себя рок-музыкантами, дискредитируя мой любимый и очень достойный музыкальный стиль. Возмущение навязыванием псевдорока и отстаивание чистоты стиля было одним из движущих мотивов моего прихода в рок-музыку. Но это так, лирическое отступление. А сейчас я продолжу рассказ о том, как я наконец-то добрался до теоретического понимания рок-музыки. И в конце блога, в связи с этим радостным событием, я спою вам не одну, как обычно, а целых три песни. Свой предыдущий блог я завершил тем, что решил не на слух улавливать, а при помощи компьютерной техники, глазами посмотреть, как же пропевают окончания фраз различные знаменитые американские и британские рок-музыканты, которые являются родоначальниками рок-музыки. Ведь народная мудрость всегда права лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. С этой целью я начал выводить вокальные партии их произведений на экран компьютера и накладывать их на тактовую сетку, соответствующую темпу каждой песни. Для своего эксперимента я взял песни исключительно тех исполнителей, которые являются самим воплощением рок-музыки, не вызывающие сомнений не только у настоящих ценителей рока, но даже и у людей в этом не разбирающихся. Причем, я специально взял исполнителей в различных направлениях и жанрах рок-музыки, чтобы убедиться, что та исключительная особенность рок-музыки, которую я увидел и которую мне хотелось проверить, объединяет представителей любых течений рока, начиная от рок-н-ролла и кончая хэви-металом. Поэтому я взял произведения следующих музыкантов. Короля рок-н-ролла Элвиса Пресли, его альбом 30 хитов номера первого, еще одного величайшего исполнителя рок-н-ролла Чака Берри, альбом Легенда, лучшие хиты, величайшую группу всех времен и народов, Битлз, играющих рок-н-ролл и ритм энд блюз, их знаменитый белый альбом. Основоположников хард-рока группу Led Zeppelin, их великий альбом Physical Graffiti. Ярких представителей тяжелого рока группу ACDC и их, наверное, самый известный альбом Back in Black. И одних из пионеров хэви-металла группы Motorhead с их альбомом Bastards. Просмотрев на компьютере синусоиды вокальных партий их песен, исполненных в разных направлениях и жанрах рок-музыки, я воочию увидел, что мало того, что окончания фраз они завершают обрывисто, короткими нотами, но они еще, зачастую последний ударный слог фразы, в большинстве своих песен синкопируют, то есть смещают в предыдущую слабую долю тактовой сетки. На компьютере это было отчетливо видно. Окончания фраз не растягивались, пелись кратко, а последний ударный слог действительно в большинстве случаев синкопировался. Не всегда точно в предыдущую слабую долю, иногда в менее слабую долю, но практически всегда смещался в сторону начала строки. Это придавало окончаниям фраз еще большей обрывистости. Более того, зачастую и другие ударные слоги в поэтической строке песни они также ставили в слабую долю. Причем это было абсолютно у всех исполнителей, вне зависимости от направления рок-музыки, которое они исповедовали. Напомню вам значение слова синкопа. В переводе с греческого это буквально означает обрубание. В лингвистике это означает сокращение, стяжение слова. А в метризованной музыке, то есть именно в такой, какой и является рок-музыка, синкопа это смещение ритмического акцента с сильной доли такта на слабую, то есть создание ситуации не совпадения ритмического акцента с метрическим. На этот раз я визуально убедился в правильности своих предположений. Я увидел в этих песнях сокращение и стяжение слов, краткость, нераспевность окончаний слов и фраз, преобладающую синкопированность окончаний фраз, еще более усиливающую эту краткость, и постановку других ударных слогов в слабую долю. То, о чем я только догадывался и высказывал предположения, в результате анализа музыкальных стилей, жанров, их ритмики, а также особенностей английской речи и поэзии, теперь я увидел воочию. Из всего увиденного и услышанного я и сделал вывод, что именно эти особенности вокальной ритмики и делают рок-музыку отличительной от других вокально-инструментальных стилей. Краткие, обрывистые и зачастую синкопированные окончания фраз, а также постановка и других ударных слогов в слабые доли такта, другими словами, создание устойчивой ситуации несовпадения ритмических вокальных акцентов с акцентами метрическими, это и есть то главное, что характеризует рок-музыку. И все это обусловлено ритмическими особенностями английской речи и английского тонического акцентного стихосложения, о которых я подробно говорил в двух предыдущих выпусках. К этим особенностям английской речи, влияющим на особенности рок-музыки, относятся преобладание в английском языке кратких слов и, соответственно, кратких окончаний слов, отсутствие склоняемых окончаний слов, равное количество ударений в стихотворной строке, но не равное количество слогов, а также четкое чередование ударных и безударных слогов. Если все это обобщить и упростить, то можно сказать, что в рок-музыке используется синкопированная вокальная ритмика. Это и есть главная отличительная особенность рок-музыки. Конечно же, в рок-музыке используются и другие виды ритмики, и ломбардская, и пунктирная, и равнодлительная, равнодольная ритмика, присущая эстрадной и руссконародной музыке. Ведь это же не закостеневшее явление, а живая вещь. И рок-музыка выбрала в себя все лучшее, что было в предшествующих стилях. Но в любом случае, даже используя другие ритмики, слова и фразы в рок-музыке пропеваются коротко и обрывисто. И основополагающей вокальной ритмикой все же является синкопированная ритмика. Другие ритмические приемы служат лишь дополнением и украшением. В нашем же русском народном или эстрадно-популярном пении, да и не только в нашем, последний ударный слог в подавляющем большинстве песен ставится точно в такт, в сильную долю. Ударные слоги внутри поэтической строки также преимущественно ставятся точно в сильную долю, в такт. То есть метрические и ритмические акценты в эстрадных и русских народных песнях совпадают. И поются все слоги и окончания равнодлительно, распевно, протяжно, длинными нотами. Другими словами, наблюдается равнодлительная, равнодольная вокальная ритмика. И это обусловлено особенностями нашей родной русской речи, о чем я также подробно говорил в своих предыдущих блогах. То есть в рок-музыке в основном поется коротко, синкопированно и в слабую долю, а в эстрадном и нашем народном пении равнодлительно, протяжно, распевно и в сильную долю, в такт. Такие характеристики рок-музыки, как краткость пропевания слов и синкопирование окончаний фраз, были мне понятны и до этого. Но вот устойчивое несовпадение ритмических и метрических акцентов в вокальных партиях было для меня настоящим открытием. Для меня это был настоящий праздник, так как, во-первых, мне удалось сделать то, чего до этого не удавалось сделать никому. Понять теоретически, чем же рок-музыка отличается от других вокально-инструментальных стилей. Значит, я не впустую потратил огромное количество времени на анализ тысяч музыкальных произведений, массы литературы по музыкальной стилистике, жанровости, ритмике, а также сравнительному анализу английской и русской разговорной речи и поэтического стихосложения. А во-вторых, я теперь четко знал, как безошибочно делать классический, аутентичный рок, так как сам создал и вручил себе в руки теоретический инструмент, позволяющий делать это уверенно. Ведь нет ничего практичней хорошей теории. Теперь выполнять свою главную задачу на данном жизненном этапе сочинение рок-песен мне стало намного проще и легче. Я проверил свои предположения и на других известных музыкантах и увидел то же самое. А чтобы и вы в этом убедились, не тратя силы на выведение синусоид вокальных партий на экран компьютера, я навскидку перечислю вам еще ряд очень известных песен из совершенно различных направлений рок-музыки, где эта синкопированность окончаний фраз и постановка ударных слогов в слабую долю очень ярко выражена. В первую очередь, конечно же, знаменитая Come Together, группы всех времен и народов Битлз. Эту песню я бы назвал самым образцовым наглядным пособием рокерской постановки ударных слогов куплета в слабую долю, с ярким несовпадением ритмических и метрических акцентов, приводящих к звуковому диссонансу, который режет ухо советскому человеку, привыкшему к распевному, эстрадному, народному или попсовому пению в такт. Такой человек даже не может понять, что происходит. Он слышит, что музыка потрясающе качает, но не понимает, как это делается. И это не битловское оригинальничание, как скажут мне многие. Именно в этом цимус построения вокальной партии в рок-музыке. Именно это придает рок-музыке оригинальность звучания, отличающие ее от эстрадного пения, где эти акценты совпадают. И возвращаясь к своему блюзу, как же нам повезло, который я исполнил в предыдущем блоге, который некоторым слушателям показался необычным. Я обещал рассказать, почему он необычно звучит. Так вот, там я специально поставил все ударные слоги в слабую долю. Создал этот диссонанс, несовпадение ритмического и метрического акцентов. Именно так, как это делается в классической рок-музыке. И именно поэтому он звучит непривычно для русского человека, привыкшего к равнодлительной равнодольной вокальной ритмики. Но я продолжу приводить всем известные примеры правильной, классической, аутентичной, синкопированной рокерской вокальной ритмики. или как у нас привыкли ее называть, шизгара, которую кто только и как только не переделывали. Led Zeppelin Boogie with Stew T-Rex Getting On 10cc I'm Not In Love ACDC Rocco Bast Ozzy Osbourne No More Tears Yes Owner Of A Lonely Heart Genesis I Can Dance Aira Smith Love In Elevator Rush Tom Sawyer Muse Hysteria The Cure Friday I'm In Love Joe Cocker You Can Leave Your Hat On Chris Rhee The Road To Hell Sting Desert Rose Marilyn Manson Tattooed In Reserve Red Hot Chili Peppers By The Way Из последних, свеженьких вещей в исполнении чистокровных американцев Andrew Watt Burning Man Greta Van Fleet Highway Tune или When The Curtain Falls Tool Как предыдущие потрясающие вещи Skims, Sober или Vicarius так и композиции из последнего альбома Fear In Oculum Список можно продолжать до бесконечности потому что именно такая ритмика вокала и есть неотъемлемая составная часть рок-музыки придающая ей исключительную особенность исключительное отличие от других вокально-инструментальных стилей Из русских рок-музыкантов добавлю в этот список в первую очередь машину времени которая из всех наших групп наиболее наглядно ставит ударные слоги в слабые доли такта во всех без исключения своих песнях точно придерживаясь рокерской вокальной ритмики и добавлю еще группу B2 которая также это делает в большинстве слышанных мною песен правильным построением вокальных партий они делают свои песни полностью соответствующими канонам рок-музыки их песни это классика рока полная аутентика только на русском языке мои бесконечные им аплодисменты поэтому кратко резюмируя свои изыскания должен сказать следующее любой вокально-инструментальный стиль состоит из двух взаимно дополняющих друг друга частей вокала и инструментов на то он и вокально-инструментальный но ритмика вокала является определяющей в любом вокально-инструментальном стиле не случайно она стоит на первом месте в этом составном слове и в свою очередь вокальная ритмика да и инструментальная тоже предопределяются национальными особенностями языка и культуры того народа который эту музыку породил поэтому чтобы аутентично исполнять рок-музыку надо либо иметь очень хороший музыкальный слух и стилистическое чутье либо теоретически понимать как это делается и описать эту стилистику музыкальным языком то есть нотами абсолютно все под стили рок-музыки кантри, ритм и блюз, хард-рок, джаз-рок, арт-рок, панк-рок, хэви-метал и любые другие а также жанровые виды рок-музыки такие как рок-н-ролл или блюз отличаются именно такой синкопированной ритмической партией вокала с постановкой ударных слогов в слабые доли такта и лишь вторичные признаки коими являются инструментальное сопровождение а также техника вокала отличают один под стиль или жанр рок-музыки друг от друга к примеру в рок-музыке используют и чистый гитарный звук, и с перегрузом, и гранжевый то есть нарочито грязный эти звуки означают принадлежность к тому или иному направлению рок-музыки точно так же и с техникой вокала помимо обычного открытого вокала в рок-музыке часто используют и хриплый голос, и фальцет а в хэви-метале пошли еще дальше и стали использовать следующие вокальные техники фолт-скорт вид экстремального пения в котором звучание получается с помощью расщепления на ложных связках гроулинг другой прием пения с расщеплением связок напоминающий рычание шрайк разновидность экстремального вокала напоминающего сорванный голос кроук высокозвучащий хриплый голос на расщепленных связках но с более сильным напором воздуха напоминающий карканье вороны пиг-войс прием экстремального вокала напоминающий визг поросенка скриминг вокальный прием основанный на технике расщепления голоса вплоть до истеричности грим вид скриминга звучащий более сипло, низко и без истеричности харш разновидность скриминга употребляемая в таких подстилях рок-музыки как трэш-метал, метал-кор и нью-метал то есть мы видим что разновидностей гитарного звучания или других инструментальных особенностей а также техник вокала может быть много которые и создают целое течение в рок-музыке но для всех подстилей и жанров рок-музыки едина ритмическая вокальная формула которая в основе своей является синкопированной волосчук-сд пишет вам эссе жизнь и рок-н-ром волосчук-сд Субтитры создавал DimaTorzok